привет доброе утро встал сегодня хочу с вами быстро приготовить в начале влога не знаю как получится с утра немножко изображаю одну штуку немножко разнообразить свое правильное питание и думаю что же приготовить на завтрак хочется чего-то вкусного такого знаете и вот решил приготовить оладьи но оладьи не простые как и делать типа вся на плен и только хочу сделать попробовать из овсянки сделать типа ладушки что ли какие-то поэтому оставайтесь посмотрим что получится вообще получится что-то или нет вот вчера еще одну штуку купил такую джем джемик такой во вкусе вилл без сахара нашел вот так он выглядит вот без сахара будем сейчас если получится есть с этими оладушками вот но нам естественно понадобится вот овсянка ну и другие ингредиенты которые я вам сейчас покажу раз плюсенька так гуляла бы куда-то побежала маруша ну марушинка ну и грустенько мы холюсенько говорун я так с ними фальцетом стараюсь разговаривать они как-то почему-то для кошек это как-то ой блин почему-то видимо фальцет ближе кошкам чем я уговорил басу и перед началом видео не забудьте поставить лайк нажмите на паузу прямо сейчас и нажмите лайк и напишите ваш комментарий мы будем рады на мою холюсень думаю холюсень то моя девочка мы будем рады если вы нам поставить лайк и напишите какой-нибудь комментарий у нас сегодня тепло вообще обещают в последующие дней плюс 5 и плюс 7 уже но не знаю насколько это правда потому что уже настолько все люди устали от этой зимы как не включишь интернет как не включишь любую социальную сисьма руси вот так вот нельзя делать так нельзя делать за этим нужно наблюдите кошку ругать смотришь люди все ругаются то что они устали уже от этого снега и вот зимы всех ждут ждут узнаете как птицы как звери ждут уже этого потепления то она делает она встает сюда лапами и нюхает как бы ну старается залезть сюда я знаю то что кошку нужно отучать от этого потому что очень много историй связанных с тем что кошка особенно такая вот не как люська она более спокойная а вот маруся она такая знаете как шила в жопе как говорится и кошки залазят вот в эту штуку ну как-то там ногами цепляется туда-сюда стараются вылезти в эту просовываю туда голову и все и грубо говоря и виснут они сами себя таким способом удушают да вот эти упавшие на манту что сшила я дел этот чехол отлично подошел хорошо стоит кстати где-то там по размерам которые это не давал она еще немножко приплюсовала не знаю как это правильно называется в общем размер чуть чуть больше и это хорошо потому что коробка старая неровная с одной стороны то сверху она от того размера как я померил а посередине там где елка торчит она такая знаете как беременная пузатая коробочка вот поэтому в серединке вообще прямо вот только подошло вот 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 видите что он делает вот так у нее это вот это очень опасно поэтому кого котята есть у кого есть такие сейчас наверное большинства вот такие окна пластиковые следите смотрите ругайте пересекайте потому что вот если мы поедем в крым дай бог что все срослось по в августе естественно что мы всегда оставляем одно окно открыто нас не будет будет приходить кто-то кормить там два раза в день там кошек или там раз в день и кто за ними будет следить закрывать полностью лоджию все без оставлять без сети летом без доступа воздуха но конечно тут чели есть но в любом случае это наверное будет неправильно мы люськи всегда оставляли одну открытую фрамугу и приоткрыла оставляли приоткрытым балкон чтобы находила маруся видите что она делает непоседливая кошечка непоседливая пошли готовить кушать пробовать экспериментировать для теста нам понадобится кефир овсянка 3 яйца но не знаю сколько я возьму сейчас посмотрим надо чтобы же погуще это все было сахарозаменитель соль немножко ванилина я брошу но остальное фишка только в одном что нам нужно будет вот эту штуку сейчас перемолоть в блендере у кого что есть у меня блендера нет у меня есть только кофемолка у меня получилось 8 ложек остатки все овсяных хлопьев вот и пересыпал теперь мне нужно взять где-то есть кофемолка и небольшими частями это все так скажем перемолоть кофе надо освободить что я всегда чищу после нему то видите вот я уже одну часть перемолол кладу сюда два 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 с утра руки не было три четыре также садись закроем то вещание закрываем ну получается типа узнать такой вот муки не знаю там добавляют какую-нибудь все равно скажем 100% уверен что что это именно будет мука из овсянки я честно говоря не видел внутри собой находил какую-то гречневую что ли не знаю вся она есть интересно мука нет напишите в комментариях в общем это сейчас мы до конца пробиваем все пересыплю наверное большую часть что же нужно сделать честно говоря первый раз это все делаю на сам несколько несколько вас не обманываю первый раз это все делаю что получится не знаю но по принципу просто заменил я так скажем муку обыкновенную на овсяные хлопья которые перемолол на в комбайне или в кофемолке посолил вот сахар добавляю пакетик один где-то это одна чайная ложка экспериментируйте вы не экспериментируйте когда готовите что-то придумываете у меня вот такое бывает я мог бы сегодня тоже просто яйцо пожарить не знаю там и и все ну вот решил немножко в голове вчера что-то думал 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 что придумать позавтракать меня почему-то в голове думали с удовольствием поел какую-нибудь оладушки тысячу лет этого не ела вся на блины думаю не знаю ну вот что вообще наверно одно лицо надо добавить просто и все как вы думаете и сейчас сюда добавляем кефир надо такая тестостенция была да чтобы все-таки это типа ладушки были они блины ну и овсянки вот я не знаю вся на блин когда я делаю нужно же чтобы она набухла овсянка или нет все на блины типа а тут овсянка оладьи еще я видел в интернете из того чтобы оладьи были пышные не оседали увидел что добавляет туда в кефир именно добавляют пищевую соду чтобы они были такие воздушные и высокие не сработает это здесь или нету добавлю примерно пол чайной ложки соду и кефир как всем известен то кисломолочный продукт да и он загасит должен загасить соду гасил соду всегда не знаю какой там будет рецепте будем все ждать с вами что получится сковороду я уже поставила разогреваться на огонь смотрите вот сковородки не знаю сколько лет она конечно не облезла и на так скажем своими глазами не так видно но все равно ведь вот это вот кольцо которое образовывается в центре она уже сковородка конечно уже скоро нужно будет применять хотя у меня две сковородки но в любом случае уже вот уже не пригорает ничего но все равно все равно уже такой повидавшие виды сковородка пошли пузырьки то что нам нужно было вот такие вот я вообще придумал знаете какую штуку и необыкновенные оладьи получаются у меня сейчас попробую сначала просто сделать а потом я думаю слушать у меня осталось немножко вчера делал капусту жарил тушил просто на ужин думаю блин хочется знаете такой как бы пирожки наверное больше пирожочки оладушки и пирожочки ну вот какого-то такого вот ну видимо соскучился я по все-таки по на мучному и коль мы сегодня делаем с вами давайте попробуем еще туда как-то затолкать капусту внутрь этой оладьи но как-то сделать сейчас мы с вами вместе придумаем сейчас сковородка разогревается мы туда немножечко нальем масло оливкового и будем пробовать как-то выпекать сначала просто наверно ладушки сделать а потом пробовать как-то вот эту капусту у меня эту капусту как-то пробовать в тесто засовывать такому по какому принципу не знаю чудо ладибу чудо был бы фарш обжаренный я бы еще и туда и фарш из но отдельно естественно от капусты взял все что надо оставить свете так вот масло немножко развозить я кстати оладьи когда делал мне всегда они почему-то один раз они мне вкусные получились остальное общала не не очень люблю честно говоря больше все таки если убирать блины или оладьи или драники в первом месте всегда будут драники потом оладьи драники потом блины и потом уже оладушки много масла а потом вот этим будем смазывать пробовать с богом на такой тесто видите она прямо воздушная пыхтит как будто сбитая жидковатая немножко но мы не будем торопиться сейчас с вами совсем близко не будем садить друг дружки потому что они должны немножко подняться расползтись видите расползаются не обязательно в конце видео мы с вами это попробуем как это будет добавим сразу температуру температура маленькая так ну жарим смотрим что будет закрыл крышкой потому что я блин пытался видите перевернуть сейчас но такое прямо жидкое жидкое тесто и думаю может быть все таки надо как овся на блины чтобы не сразу полностью запекались чтобы были более твердый поэтому я закрыл крышкой будем ждать сейчас что-то сковородка толком разогрелась так долго стояла вообще не знаю вы любите экспериментировать или нет когда готовите кто-то классический чему-то научился дали к тому что родители еще что-то у кого что больше получается тот наверное это и готовит у меня вот бывают такие вот эти бзики вот эти супер оладьи каких-то необыкновенные оладьи приготовить вот и вот сочетаем несочетаемым я могу полдня ходить в голове это крутить с чем что соединить что добавить что может получиться может получиться или не может получиться и пробую единственное что я никогда видео не записывал так скажем это в прямом эфире потому что вот это я никогда не делал по моему принципу я должен сначала попробовать сам абстрагироваться от каких-то ситуаций включить телевизор пробовать готовить мешать что-то добавлять чего-то прибавлять убавлять и готовить вот попробовать а потом уже так скажем говорить вкусно невкусно и уже потом для зрителей во влогах это как-то это показывать который раз что тогда я делал в прямом эфире листья нори мы жарили еще что-то я прямо честно говоря ни разу этого не делал точно так же как вот эти чудо оладьи сейчас или чудо пирожки как это назвать видео вообще эти вообще этот способ приготовления оладий но по крайней мере типа пп какие-то ладушки будут и у меня вот такое бывает бизик какой-то вот я могу ходить крутить день-два потом значит это все пробовать совмещать купить какие-то продукты и точно так же мне бывают фишки с салатами вот особенно такие знаете типа не классические а что-то всякие руку а добавить туда например гранат авокадо засунуть туда какую-нибудь не знаю курицу куриную грудку или там обжарить тунца ну в общем что-то вот в голове вот это потом соус точно так же готовлю смотрю что мне есть все это в какие-то чашки складываешь переливаешь чего-то добавляешь а не сладко надо сахар добавить так хочется меда меда добавишь так не соленая соль так надо в рисового уксуса но в общем все вот так вот и реально получается вкусные 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 салаты не есть какое-то видео самый первый какой-то салат мешал на своем канале фитнес-салат что ли назывался ну тогда очень вкусно получилось я как-то так сейчас ругал но это было давно уже года четыре назад в общем такая вот я была не знаю есть у вас такие вот так скажем творческие кулинарные порывы напишите если бывает у вас что-то такое что вы случайно например придумали из остатков решили сделать у вас получился офигительный какой-нибудь офигительное блюдо на самом деле вот сковородка только-только начала вот крышка подходить вообще спокойняк я просто испугался что не получится значит сейчас будем пробовать с вами два таких оладушка сделаем закроем крышка и потом будем пробовать делать например с капустой что потом знать можно туда что-то еще впихивать или нет при желании когда гости приедут вот придет наша подруга ирина уткина который сюжет уже сидит на правильном питании и захочет что-то такое я ее раз-батс удивлен скажите я оладушки не ем а я скажу а это папа и оладушки или папа блинчики и кстати видите как получилось то что оказывается можно посмотреть овсяна муку вдруг она есть не запариваться то есть да ну понятно что крупные целиковые так скажут эти раздавленные зерна наверное не намного полезнее чем перемолотые потому что не так кажется я не знаю правда не правда увеличивается это надо просто будет сравнить просто обыкновенной хлопья сколько там килокалорий и сколько килокалорий в муке есть овсяной есть мука то думаю как нету наверное есть хотя я просто ни разу не видел вот она придет и тут бац херакс и у меня будут какие-нибудь оладушки или блинчики наверное не отличишься от настоящих но привкус то овсянки все равно должен остаться в общем ждем единственное что до видео это не тому каянии так не поднялись как при обыкновенной муке ржаной но и не важно не не страшно не страшно чуть-чуть масло кисточкой вот раньше гусиные перышки были помните вот у бабушек у меня бабушки мамины мангла помогу финна перышко на раз и все ровненько получалось так смотрите 4 штучки сейчас попробую тоже сделать ну наверное их надо было больше скажем растянуть сковородке такая чтобы зайти по как не оладушки а как панкельки это называются такие знаете сухие американские блинчики ты не помню как они называются правильно жарится на сухом на сухой сковородке я кстати тоже пробовал как-то их делать но мне что-то не 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 пошли нам так вот немножко смотрите вот так вот распределяю я уже придумал примерно как я буду делать так теперь беру ложку расскажем с начинкой начинка готова поэтому нас не интересует тут же не сюда же если я бы делать с мясом как игру с фаршем а то чтобы я сделал фарш у меня был бы уже готов у меня уже готов просто то скажем вот это все должно разогреться внутри блинчика и такая найти как типа как драники готовят с начинкой вот что-то подобное должно получиться некрасиво получилось крупно порезала на такое знаете волокнами крупными карты что я делаю смотрите сверху я снова заливаю небольшим количеством этой овсянки закрываю как скажем вверх но я думаю что здесь нужно убавить обязательно температуру нагрева или газ что у вас какая печка почему потому что все таки тесто получается очень высокая и это должно как минимум прожариться тесто потому что там яйцо ничего страшного там по сути дела больше нет кроме яйца кефир яйцо сода и вот это вот овсяная мука так скажем то что вылезет будет некрасиво это не так страшно вообще сам принцип такой конечно жидким тестом таким не надо так убавляем температуру у меня было 6 я поставил на 4 немножко даже сдвину в сторону чтобы сковородка остыла на буквально три минутки 2 наверное сейчас она остынет она все равно жарится бы потому что не сковородка с толстым дном и я сдвину это обратно чтобы она тихонечко все таки доходило спит так видите тесто то поднимается но вот потом она опадает и получается очень тоненькая вот такое видите ну будем давать паши первым пробовать так как он не знает из чего это будем давать ему пробовать так он сковородка думаю что немножко отошла нас крышка остыла ставим обратно и вот на 4 очки пусть тихонечко подходит чтобы самое главное внутри тесто пропеклось давайте в этот раз прям при вас попробую перевернуть посмотрим вообще поджарились они или нет да уже подошли на вторую сторону добавлю немножко на пятерочку какой начать вот так вот я кстати когда у меня на бортик видите попадает оладушка вот так я ее не трогал чтобы она поджарилась потому что если вы сразу ее потянете ну думаю хозяйки знают тогда ничего хорошего из этого не получится вот она немножко подошла сейчас мы ее можно уже наверно сдвинуть сторонку и снова крышкой закрываем сейчас залез холодильник и увидел то что у них кабачок и морковка и есть у меня яблоки и вопрос том то что наверно в эту смесь можно также добавлять например морковку тертую на мелкой терке кабачок яблоко тоже вот можно попробовать с этим как вы думаете с чем еще можно было бы смешать вот эту смесь сделать сразу наверно внутри зафигачить и выливать уже готовые так скажем консистенцию на обжарку сковородку пока вот это у меня доделывается у меня осталось ни туда ни сюда тесто тут уже не два не полтора я наверное попробую разбавить немножко это кефиром и он получится у меня жидковатый и сделаю так скажем может быть как блинчик вообще просто овся на блины делаются с молоком яйцо молоко вы наверное видели все эти пп-шные рецепты вот но никогда не сделал это на кефире интересно как это может получиться по вкусу даже будем пробовать сейчас с вами уже доготавливаю что из этого будет ну вот один наш блинчик но на пополам еще разрежем посмотрим ой что получилось здесь щелкает давайте попробуем перевернуть смотрите как красиво получилось ну для четыре таких получилось четыре таких по два давайте пробовать заливать заливать остатки да сейчас пост идет на посту не сидим я сколько раз не пробовал у меня не получается я завидую тем людям которые имеют такую силу воли сидеть на посту но почему у меня не получается потому что я мясоед ребята я не могу без мяса я не могу это так оставим как блин попробуем потом перевернуть что пробуем переворачивать подгорел хорошо встает тут нужно тоже приноровиться наверное это жидковато да может быть поэтому потому что даже простые блины когда готовишь если чуть-чуть чего-то не добавить уже получит до консистенция немножко было бы погуще он был хорошо перевернулся но по любом случае имеет право быть все всегда идеально получается ну в общем ребята первый блинком из этого теста я короче понял где вот его плохо перевернулся он он здесь толстый получается такой знаете прямо как будто блин на дрожжах а где потоньше видите он уже нормальный поэтому ну в любом случае эксперимент есть эксперимент с другой стороны он выглядит так мы его можем в любом случае свернуть как блинчик и вот положить никто не скажет что это блин из пшеничной муки ну так получилось колер конечно немножко другого цвета в настоящем виде просто камера почему-то она темнее передает можно украсить как-то получше покрасивей но не стал ничего сверху наливать не джем ним сметану потому что первый раз пробуем как на вкус неизвестно это будет я себе сделал черный чай с молоком паша зеленый чай здесь джем сметана если дополнительно нужно но это статки капусты вдруг в этот пол блинчика можно будет тоже чем-нибудь начинить как обычные блинчики в общем сейчас будем пробовать или пусть 1 попробует я уж это все равно готовил примерно имею представление как и что он в общем смотри это типа как блинчик сделан это с начинкой ну все пробу это просто оладушка ну попробуй просто оладушку откуси потом с начинкой попробуй на что похоже на простые блинчики похоже или нет нет нормально или не очень вкусно но чего-то не хватает до не пойму сладкие вкусные хороший тогда вот это еще попробуй пожалуйста не интересует тоннера как-то поглубже надо кусать потому что там начинка как бы в серединке получилось типа как драник но со сладким там там это капуста потому что начинка есть то есть можно есть рекомендуешь патша сказал надо брать уже просто выключил на камеру давайте тоже попробую просто блинчик обыкновенно что-то пролил просто блинчик блинчик знаешь он такой прямо как будто бы узнать когда что-то хочется на диете он как снег он такой хрустящий если вот тонко его раскатать ну а вкус действительно не похож не на вся на блин не на простой блин вовсе она блина другой вкус давайте оладушка вот теперь но оладушка с блинчиком немножко похоже ну понятно что это одно тесто но история в том то что тесто тоньше блинчики получилось и оно такое знаете хрустящие было а вот джим катается по тарелке так ну давайте пробовать с начинкой который ваша бритон вкуснее кошачий волос тарелки вот если без сметаны мне кажется все как пирожок вот так внутри слушайте оно имеет место быть действительно кто на диетах сидит на пп мне кажется можно такое сделать не вкусно не волну потому что вот у меня получилось не так много оладушек то ну раз на утро можно раз в неделю или раз там в две недели ну конечно не простые оладья как раньше как мы привыкли в школах вот такие там наверное дрожжи ну кстати Люда Протасова как-то были у нее в Екатеринбурге не знаю с тобой не с тобой она как-то готовила оладьи на дрожжах мне не понравились они во первых они все равно они такие пышные были вкус вот этот дрожжей все равно было что-то не то как-то школьные вот эти оладьи как-то почему они готовят надо рецепт а тела смотрите мы его не едим да почему никак не получается джем без сахара еще раз повторюсь что здесь вместо сахара тогда ретрит энергическая ценность 340 килокалорий на 80 грамм это как-то 80 килокалорий господи килоджолий 80 килокалорий на 100 грамм в банке 195 грамм ну по ложке мы съели можно вообще банку съесть практически да целую банку на завтрак можете съесть и 80 килокалорий ну не 80, 160 грубо говоря килокалорий вы съедите в общем ладно ставьте лайки пишите комментарии будем доедать чудо оладьи ну получились в принципе достойные поэтому пользуйтесь рецептом